МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие музыканты приезжают на полуостров? И какую музыку на самом деле слушают крымчане? Крымская детская сотня. С начала аннексии ФСБ арестовало в Крыму уже 25 мужчин. Их семьи остались без кормильцев, а более 100 детей без своих пап. Мужчин обвинили в участии в исламской организации Хизбут-Тахрир. Повод для задержаний – доносы соседей. Доказательства в судах – засекреченные свидетели. Недавно на несколько часов задержали жен политузников. О сильных женщинах и об их не по годам взрослых детях расскажут мои коллеги. Маленькая Осия Джимоденова не знает, что такое отцовские объятия. Своего отца она не видела еще ни разу. Потому что родилась через 9 дней после того, как Эмилия Джимоденова задержала ФСБ. Пока шел обыск, следователи писали. Он постоянно переживал за меня и спрашивал, как ты себя чувствуешь, как ты себя чувствуешь. Ну, я держалась. Отец Осии и двух мальчиков Юсуфа и Юнуса – человек с двумя высшими образованиями. Экспедитор-инкассатор банка. Он вдруг оказался в наручниках. Его обвинили в том, что он якобы член исламской организации Хизбут-Тахрир. Россия объявила ее террористической. Уже год мальчики не общались с отцом. Часто пересматривают фотографии с ним. Здесь мы с бабакой ездили в осан. И здесь. Мама тоже в осан. А здесь мы с бабакой делаем ремонт. А здесь они ездили на море. София Куку была пять, когда два года назад забирали ее отца, правозащитника Эмир Усиина. С пылинки с нее сдувал папа, никогда не повышал голоса. И тут папа плохой, папа в наручниках. Какие-то чужие дяди говорят, что папа совершил преступление. В общем, потом она поняла, как-то сама. Я еще помогала там, знаете, вот как ей объяснить. Пять лет ей тогда было, как объяснить пятилетнему, что происходит. Вот как в сказке. Всегда добро. Должно вот, чтобы это добро появилось, должно быть какое-то зло, понимаешь? И что у нас папа добро? Я говорю, естественно, добро. Арестованному правозащитнику почти два года не давали свиданий с семьей. Несколько месяцев назад родных пустили в СИЗО. Условия содержания отца шокировали детей. Софик у нас такая девочка, ну, редко плачет. А это она у него спросила, когда ты вернешься? Он сказал, ну, наверное, не скоро. И вот она расплакалась. А потом зашел Бекир с братом. И через 15 минут открывается дверь, и вот брат вот так мне на руках вынес Бекира, зеленого. Он потерял там сознание. Потом быстренько привели его в чувство. Я говорю, что случилось, что? Он говорит, там было очень душно и грустно. Второе свидание дети перенесли уже легче. Расспрашивали отца, где он молится и где спит. Не могли понять, что же такое нары. Коснуться отца дети не смогли. Общались через толстое стекло по телефону. Иногда вот так чшшшшш. Помехи, да. Да, помехи. Он говорил мне, я тебя очень сильно люблю. Еще всем селя передавать. В семьях арестованных братьев Абдулаевых у одного пять, у другого четверо детей. Теймур и Узиир – тренеры по тэквондо, чемпионы Украины и Европы. Их задерживали с особой жестокостью. Старший сын Теймура до сих пор помнит, как били отца. Младшие дети в страхе спрашивали, почему пришли эти люди и будут ли те их убивать. Часто просыпаются от кошмаров. Часто бывает такое, что они во сне плачут. Буквально недавно тоже второй сын, семилетний, перед сном, говорит, дай мне номер ФСБ. Я говорю, зачем? Я хочу им позвонить и сказать, чтобы они вернули папу. Детей, чтобы увидели своих отцов, в зал суда не пускают. Психика травмируется. Тоже, знаете, интересный момент. А в 6 утра, когда били нашу дверь, кто-нибудь думал об их психике? Поэтому дети пытаются хотя бы так увидеть своих отцов. Спинами закрывайте, детям не даете отцов видеть. Семьям, оставшимся без кормильцев, помогает фонд «Безимбалалар» в переводе «Наши дети». С малышами работают психологи. Говорят, что раньше дети часто плакали, а теперь больше задают родным вопросы. Говорят, а бывают военные, полиция, которые преступников ловят. Я говорю, я растерялась. Говорю, ну вообще, по идее, они для этого и созданы. Раня говорит, мне приснилось, что Мухаммада забрали в тюрьму и посадили в камеру к бабаке. А потом пришли ко мне и говорят, ах, ты проказничал? И, говорит, меня тоже забрали и к бабаке посадили. Соседи арестованных тоже не в состоянии оградить детей от информации о том, что происходит в Крыму. Так что игры у детей уже взрослые. Мальчишки лет 7-10. Слышу, они играют в суды. И это было так со стороны интересно на них посмотреть. У них есть свой адвокат Курбединов. У них свой журналист Наумлюк. После судов они брали интервью друг у друга. Мне было очень интересно, кого же они судят. И обратившись к судье, я спросила, скажите, кого вы судите? Судья мне в ответ говорит, мы не судим людей верующих, честных, правильных. Мы именно только судим преступников, воров, те, кто оскорбляют и обзываются. В этом месяце 7 женщин ездили на Херсонщину, чтобы оформить украинские документы детям. На админгранице на 6 часов их задержало ФСБ. Алиме Абдулаева пережила гипертонический кризис, но ей 40 минут не вызывали скорую. А потом запретили врачам забрать ее. Одна из женщин смогла тайно включить телефон и сообщить о происходящем активистам. Вот аудиозапись с этого телефона. Ради допроса 7 женщин на границу привезли грузовик вооруженных силовиков. Их допрашивали, зачем они ездили на материковую Украину, спрашивали о связях с ИГИЛ. Один из следователей запугивал женщин по одиночке. В какой-то момент, когда я не хотела говорить, он мне сказал, ну все, тогда твой конец будет здесь. Я не знала, что он имеет в виду. В смысле, я поняла его, что моя смерть, что ли, будет там. И в ответ я сказала, что конец любого из нас знает только Всевышний, который дал ему начало. Многочасовые допросы, личные досмотры, изъятие информации из телефонов, запугивание. Все это ФСБ назвали опросом. Идет сейчас планомерное давление на солидарность. Так как они видят, что информационно Крымская солидарность подкована и не стараются донести все незаконные действия со стороны властей до всего мира. Когда Эмиля Джимаденова задерживали, он попросил сына Юсуфа помогать матери и быть мужественным. Остается за старшего мужчину. Сейчас Юсуфу уже шесть, и он начал заниматься борьбой. Быть сильной старается и его мать Лиана. Вспоминает, как на границе во время задержания почувствовала минуту слабости, которую сумела преодолеть. Она, как и другие женщины, не хочет, чтобы ФСБшники видели их слезы. Я стала сидеть одна на стуле. Все вот эти ОМОН, они стояли напротив меня с автоматами. Было темно уже на улице. Я посмотрела в небо, и в этот момент мне почему-то хотелось расплакаться. И уже вот-вот слезы бы покатились по щекам, но я удержала, можно сказать, их обратно в себя. Я сказала, еще не пришел момент плакать. Мы будем плакать, наверное, тогда, когда выйдут наши мужья. Когда они вернутся, я думаю, нам уже можно будет расплакаться. Александра Славина, Антон Наумлюк для Крым. Реалии. Мясо и рыба, сливочное масло, сыры и некоторые крупы почти в два раза подорожали на полуострове с момента аннексии. А минимальный продуктовый крымский набор сравнивают с подмосковным. Мы приготовили два одинаковых блюда в Крыму и в Киеве. Есть ли разница? Кулинарный эксперимент Крым-Реалии. Крымские рынки против киевских. Ох, какие ароматы. Где питаться дороже? Наравне с Москвой ценят. Почему в Крыму подорожали продукты и какие уже стали деликатесами? Какие-то копченые колбасы. Что едят крымчане? Мы вышли на улицы Севастополя, чтобы расспросить, из чего состоит их минимальный продуктовый набор. Хлеб, молоко. Самый минимальный. Мясо. Гречка, рис, макароны, мясо. Ну, иногда колбаску, иногда мясо. Молочные продукты. Покупаем практически все продукты. Только выбираем, конечно. Ценовая разная такая. Чтобы посмотреть, как изменились за время аннексии цены на продукты, приготовим одно из самых крымских блюд – плов. Проверим, сколько мы потратим на это в Крыму и в Киеве. Мы в Бахчисарае. Караван, сарай, селочи, кафе с нетипичной историей. До аннексии о нем знали далеко за пределами полуострова. Был открыт в 2001 году. Целью открытия заведения был показ общественности, людям, гостям, туристам, культуры, быта, пищу, традиции, историю крымских татар. После аннексии здесь начались обыски и проверки. Директора заведения Марлена Асанова арестовали в октябре этого года. Обвинили в создании террористической организации. Менеджера Сейтумера Сейтумерова тоже задерживали. Но адвокаты доказали его невиновность и крымчанина отпустили. Заведение продолжает работать. Здесь мы и будем готовить настоящий крымский плов. Сначала купим все необходимые продукты. Мы на рынке в Бахчисарае. Во всем Крыму здесь одни из самых низких цен. Наиболее дорогими городами считаются Симферополь и Севастополь. Местные продавцы сравнивают цены с московскими. Так у нас-то с Краснодара везут или откуда? Все. Вот и все где везут. Ты наравне с Москвой ценю. Попробуй в Краснодар привезти сюда товар. Пару надо платить, правильно? Ну, машину надо занимать. Выходит, бахчисарайский плов нам обойдется дешевле. Идем в магазин. Морковь примерно по 40 долларовых центов за кило. Рис для плова 4,5 доллара за килограмм. Ищем говядину. За кило мяса без кости просят 8 долларов. Еще нужен чеснок, лук и подсолнечное масло. Ковар крымского кафе делится профессиональными секретами. Главный – качественные продукты. Главное, чтобы продукты соответствовали своему качеству. Если будут продукты хорошие, то и плохо будет. Соответственно, очень вкусно. Правда, говорит, в последнее время они подорожали. Мясо стало дороже. Овощи подорожали. Ну, не на много, но стало дороже все равно. Именно такой настоящий крымский плов мы приготовим и в Киеве. У меня с собой корзина и кошелек. Посмотрим, сколько это будет стоить в столице. Киевский плов будем готовить также в крымско-татарском кафе. Оно переехало после аннексии в Киев. У нас список продуктов, необходимых для их фирменного плова. Покупаем ингредиенты на центральном рынке столицы – Бессарабки. Ох, какие ароматы. Как вкусно пахнет. Нам для плова нужен кумин, он же зира. Говядина есть. Лук, морковь, чеснок, нут, зира. Осталось самое главное – рис. Но рис нужен особенный. Скажите, а есть у вас османжик? За килограмм риса для плова в Киеве надо отдать 3 американских доллара. То есть на полтора дешевле, чем в Крыму. Мясо стоило на 4 доллара меньше. Крымчане говорят, подорожание на их рацион в основном не влияет. Только некоторые из тех, кого мы опросили, отказались от дорогих продуктов. Свои огороды покупаем продукты редко, поэтому заготавливаем на зиму. Рыбу – да. Икру, семгу, там красную рыбу. От того мы не отказывались, потому что мы его не пробовали. Что же сейчас в Крыму считают деликатесами? Мидия, морепродукты, что-то такое. Деликатесы, которые очень вкусные. Какие-то копченые колбасы, допустим, сырокопченые, но я ее никогда не покупаю. Мы решили не сравнивать нынешние цены в Крыму с теми, которые были до аннексии. Ведь из-за вынужденной смены валюты и разных уровней инфляции подсчеты не отображают полной картины. А вот российская служба статистики анализирует продуктовый рынок с начала 2015 года. По их данным, стоимость минимального продуктового набора в месяц почти такая же, как в Московской области. Это приблизительно 60 долларов. Рис обычный два года назад стоил 65 рублей или около одного доллара. Сейчас в рублях меньше, в американской валюте также. Морковь за два года немного подорожала в рублевом эквиваленте. Лук сейчас стоит треть доллара за кило, чеснок – почти три. Подорожало подсолнечное масло и мясо. В январе 2015-го килограмм говядины можно было купить за шесть долларов. Сейчас это стоит около семи с половиной. Тем временем в Киеве приготовление идет полным ходом. Повар дает советы. Во-первых, вовремя кинуть лук в мясо, чтобы мясо было мягкое. При жарке самого мяса надо соль добавить, потом вода. Вот в плове вода. Перележь воды, у теплом не получится. Не долежь воды, аналогично. Обжариваем мясо и начинаем засыпать ингредиенты. Светлана советует, как сэкономить. Есть, конечно, плов, который готовят для ребенка, еще что-то с курицей. Но если вы хотите, я бы на вашем месте все-таки говядина, заменяйте свининой. Когда все продукты в казане, 20 минут ждем, пока блюдо окончательно приготовится. А пока подсчитаем расходы. Оказалось, в Бахчисарае приготовить плов стоит 814 рублей или 14 долларов в пересчете. В Киеве за такой же набор мы заплатили 9 долларов. В Солочике мы готовили именно такой обычный крымский плов из продуктов, которые легко найти на рынке. Вот плов наш готовый. Вот такой плов получился у нас в Киеве. Анастасия Бабкова, Александр Хоменко и Соломия Бурштин для Крымреалии. Лолита, Стас Михайлов, Серебро, дискотека «Авария», Сергей Шнуров и даже всемирно известная группа «Скутер». Все эти артисты недавно гастролировали в аннексированном Крыму. Теперь афиши по всему полуострову. Там ждут Ларису Долину, Александра Серова и Наутилус Помпилиус. Такую ли музыку любят крымчане? Мы решили проверить, что звучит в их наушниках. Музыка Я помню белые обои, черная посуда у нас в хрущевке, двое, кто мы и откуда... Массив Атака А трек? Броди Сальку Серкус Сплин, выхода нет Скоро рассвет, выхода нет Глеб, скажи, скажи Я стесняюсь, скажи, да ладно Парон, скр-скр-скр В ледяной гробнице В белых платьях Нимфа Засыпал в могиле Со стволом А, ну, скорпы, конечно. А, песня? The best is yet to come The best is yet to come I know, you know That we only do... Миталико Судей за него ком Мияги по уши в тебя влюбел Я по уши в тебя влюблю Я по уши в тебя влюблю Я по уши в тебя влюблю ACDC Shake a leg Адриан фон Сиглер I do in the trance Какая роль ушла? А песня? Лесник Самая любимая Замученный дорогой Я выбью сессию И в доме лесника Я ночлега попросил Бруто А трек? Да... Гарри Мельтница океана Коин, Invisible Man Цыганочка на танец Паста А песня? Тянется Потому что я Яница Come on, baby That's Наранфай Швиз была На сегодня это все О чем мы успели рассказать Вам с вами была Катерина Некреча И Крым Реалии До встречи уже через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин